Начну с того, ребят, что данный ролик я записываю только потому, что у меня уже сформировалось некое мнение по поводу игры Injustice 2 Mobile. И мне бы хотелось сказать, что оно будет не совсем хорошим. По какой причине, я думаю, сейчас многие поймут. Да, игра достаточно интересная, и как только я начал в неё играть, был какой-то некий ажиотаж. Мне хотелось играть в неё каждый день, и я на протяжении всего этого месяца полностью посвятил себя Injustice 2 Mobile. Да, можно сказать так, играл в неё каждый день и уделял этой игре по 3-4 часа своего времени, ежедневно. И да, это было достаточно интересно до поры до времени. Давайте начнём. Всем привет, вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Injustice 2 Mobile. Спонсором ролика является магазин ProSeller, где вы можете по низким ценам найти аккаунты для игры Mortal Kombat Mobile, а также приобрести персонажей и кучу монет для игры Injustice Mobile. Переходим, ссылочка есть в описании. Ах да, совсем забыл. Ещё моим спонсором является сегодня моя группа ВКонтакте. Она мне тоже, кстати, закинула денег, очень много, 0 рублей, но неважно. Просто переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на эту группу. Там выходит много чего интересного, оборжаться просто можно. Также этот ролик приурочен тому, что в скором времени День Святого Патрика, и они знают, что это на самом деле за праздник, кроме того, что Патрик был в мультике с Панч Боб. Да ладно, не столь важно. Самое главное... Не, маловероятно, что это этому Патрику в общий день приурочен. Но не суть. 25% скидки. Это самое главное. И сегодня я пооткрываю пару наборчиков. Первое, о чём хотелось бы поговорить, это, конечно же, герои. У меня их достаточно большое количество. Да, ростер, рестер, реестр, не важно что, не помню как, у меня пополняется достаточно быстро. Опасность у меня уже 516 тысяч, и это на 37 уровне. Спустя месяц у меня рыцарь Архама, легендарный персонаж, которого я выбил чисто случайно. Везение иногда у меня есть. Потом Шазам, брони из мультивселенной Супергёрл, Чёрный Адам, Капитан Холд мультивселенной, Лига Справедливости Аквамен, Зелёная Стрела мультивселенная, Супергёрл мультивселенная, Харли Квинн, Бэтмен Ниндзя, которую я выбил чисто случайно, благодаря тому, что на неё шёл ивент на арене. Лига Справедливости Кибор, которого я выбил благодаря очкам арены. И после, 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 после мы проматываем, потому что серебряные персонажи нам не интересны. Изумрудный Зелёный Фонарь, которого я выбил, кстати, благодаря тому, что проходил просто обычные задания, обычные битвы. Там можно было его заполучить, поэтому он у меня есть, двухзвёздночный. И приблизительно то же самое с Харли Квинн Сердцветкой. Просто выполняются ежедневные задания, точнее, не ежедневные задания, а спецоперации. И таким образом вы можете получить данного персонажа, он вам изредка, но всё-таки будет выпадать. Также я могу улучшить Горилла Грода, Робина и Бэйна, но пока что этого не делаю. И плюс в скором времени у меня появится ещё один персонаж, Супермен Броне. У меня на данный момент 347 фрагментов, требуется 360, и да, остаётся 13 фрагментов получить. Я думаю, что достижение в скором времени мне нападает на 13 фрагментов, и я его открою. На этом всё. Да, вот это все персонажи, которые у меня есть. И это не самый главный минус. Последнюю арену я сразу же вам скажу, я пропустил. Не потому что я, в принципе, не мог её пройти. Нет, время у меня было, я мог, конечно же, наиграть, но не особо хотелось. Это раз. И два, я на данный момент играю также параллельно в Mortal Kombat Mobile. Новый аккаунт открыл, и плюс ещё у меня Shadow Fight 3 проект на втором канале. И, естественно, у меня не хватает на все игры времени. Его нужно очень много. Тут в одной игрушке нужно по 4 часа в день проводить, и вы сами понимаете, что это немало. Это очень немало. Поэтому Чёрной Молнии у меня, к сожалению, нету. Разочарован ли я? На самом деле нет. Мне, честно говоря, мне всё равно. Ну, нет у меня этого персонажа и нет. Как будто бы на этом персонаже, я не знаю, клин с клином сошёлся. Нет. На самом деле я сейчас заполучу канарейку. Я надеюсь на это. И поэтому проблем не будет. Да, ребят, спустя месяц в игре ты даже не понимаешь, что в ней делать, чем в ней заняться. И максимум, что ты можешь делать в этой игрушке, это просто набивать арену. Каждый день, ежедневно заходя в игру, тратя какое-то определённое количество времени, около часа, возможно, даже двух, на то, чтобы пройти полностью всю арену и набить хотя бы какое-то определённое количество очков. И то вам может не повезти с ареной. В какой-то момент времени вы можете попасть не на ту самую арену. Недавно, кстати, она обновилась, поэтому если вдруг что, запускайте новые аккаунты и у вас будет лёгкая арена. Я попал как раз-таки на лёгкую арену и таким образом я достаточно быстро прокачивался. Но, опять же, это не очень клёво. Потому что, ну, в какой-то момент времени набивать одну и ту же арену столько раз, ну, надоедает, серьёзно. Даже в Mortal Kombat Mobile разнообразие в разы больше. Потому что там, зайдя на те же самые войны фракции, у вас в разы больше всего интересного, нежели чем здесь. Потому что, играя, допустим, там войны фракции, вы можете получить каких-то персонажей. В конце, в конце вам выпадает какой-то набор. В этом есть какой-то интерес. Здесь этого ничего нет. Да, на данный момент я зашёл, кстати, к себе в лигу. Поэтому, ребята, если есть желание, то вступайте ко мне в лигу. ID вы видите ADV7GF. Заходите, принимаю от миллиона, только лишь от миллиона. Потому что, сами понимаете, у меня за один месяц 500 тысяч набито. Поэтому набить миллион, я думаю, не так уж сложно. Набираю, да, игроков покруче, нежели чем я сам. Но такое бывает. Также у меня в скором времени пройдёт ещё один рейд. И это будет второй рейд на Brainiac. И я думаю, что мы его пройдём без особых проблем. Потому что у меня достаточно сильная команда. Я хоть и особо-то не играю, но команда у меня сильная, и они делают дело. Самое отстойное в этой игре — это наборы. Открывать их вообще не рекомендуется, потому что в них толку ноль. Выпадают только лишь одни серебряные персонажи, и то иной раз выпадают только лишь одни фрагменты. Потому что, чтобы прокачать персонажи, нужно заполучить определённое количество фрагментов. В чём логика разработчиков была, я без понятия. В эту игру нужно донатить просто какие-то неимоверные деньги. Поэтому в игре очень мало игроков. Очень мало. И не потому, что она не оптимизирована. Нет, даже дело не в этом. А дело в том, что в игре реально, по сути, делать нечего. Через месяц ты просто не понимаешь. А, что здесь можно... Чем здесь можно заняться? Кажется, вроде бы, очень много наборов. И то, тут максимум, что можно открывать — это набор усилителей снаряжения, чтобы прокачивать кое-как ваше снаряжение. И в принципе всё. Я вообще другие наборы не советую открывать. В них толку вообще никакого. Да, у вас есть небольшой шанс выбить какого-нибудь легендарного Бэтмена. Но этот шанс настолько небольшой, что я даже не знаю, как мне повезло. Допустим, я выберу рандомный премиум сундук героя и открою хотя бы один набор. Как вы думаете, выпадет ли мне ядовитый плющ? Маловероятно. Потому что, скорее всего, мне выпадет сейчас серебряный персонаж, и это 100%. Вот я вам гарантирую, не было ещё такого момента, чтобы вот реально повезло, либо не повезло, а просто шанс был увеличен, и вам выпал золотой персонаж. Нет. Вот, мне выпадает Бэйн. И даже не то, что сам Бэйн, а мне выпадают, скажем так, фрагменты. 10 фрагментов Бэйна. Теперь я аж могу его снова прокачать. Ну, даже не то, чтобы могу, но у меня и так мог прокачаться до 3 звезд. А в скором времени до 4. Вау, как круто. На самом деле это не так. Заходим ещё на одного персонажа, и давайте попробуем себя здесь. Может быть, здесь мне повезёт? И нет, наконец-таки мне выпадает золотой набор. Ничего себе. Вот именно этого я и жду. Но, опять же, мне опять тут повезло. Со второго раза выпадает набор, ну, очень редко. И то я рискнул открыть его в другом совсем паке. Маловероятно, что он мне бы выпал кое-как, но, как вы видите, здесь мне повезло. Да, мне выпадает зелёная стрела, как я и планировал. Отлично. Нового персонажа получил, теперь у меня их в разы больше. В этом есть свои плюсы. Да, наборы открывать, конечно, достаточно весело. Иногда, но не всегда. Здесь, конечно, можно выбить фрагменты героев таким образом через магазин. Например, такую же концепцию ввели в Mortal Kombat Mobile. Она очень странная. Но хотя бы в Mortal Kombat Mobile ты приобретаешь сразу же персонажа. А здесь всего 5 фрагментов женщины-кошки, либо дэдшот-снайпера. За 75 самоцветов. Если что, здесь самоцветы в разы дороже, нежели чем души. Поэтому 75 самоцветов, наверное, как 750 душ. А то, может, и 1750. Я даже и не знаю. Но здесь валюта, она в разы ценнее, нежели в Mortal Kombat. И да, там души накопить в разы легче, нежели чем здесь конченый самоцвет. Да, кто-то сейчас скажет, что ты набивай арену, ты играй в рейдах. И тогда у тебя будет куча душ. Точнее, не души самоцветов. И будет все очень и очень круто. Но нет, так это не работает. Каждый раз все равно не получится это сделать. И чтобы набивать арену, нужно тратить неимоверное количество времени. И это не всегда выгодно. Какие можно выделить плюсы в этой игре? Ну, я даже, если честно, и не знаю. Наверное, самый главный плюс это то, что здесь персонажи DC. А тем, кому нравится DC, например, таким как я, мне и Marvel тоже нравится. Я фанат двух, скажем так, комиксов. Поэтому мне все окей. И поэтому в эту игру есть смысл играть. Но при этом есть Injustice God of MnCast. Первая часть игры, которая в разы интереснее. Да, там делать в разы можно больше, нежели чем здесь. Там открываешь набор, получаешь персонажей. Ты там не открываешь набор и не получаешь фрагменты, за которые еще придется очень долго потеть. Нет, здесь, точнее, там ты получаешь именно перса. Именно самого персонажа. В этом-то и прикол той игры. Здесь же эти фрагменты. С одной стороны, можно сказать то, что персонажи достаточно неплохо здесь получаются. И вроде бы есть свой плюс. За месяц получить такое большое количество персонажей, да, это круто. Но вопрос в другом. Дальше-то что сделать? Я готов открывать наборы. Мне интересно открывать, например, наборы. Получать кайф от того, что оттуда выпадает. Как, например, Mortal Kombat Mobile, что это достаточно часто и дело. Мне интересно проходить какие-то задания, выполнять какие-то ежедневные задания. Но при этом, чтобы от этого был какой-то смысл. Чтобы после этого что-то, да, получалось. Но здесь такого почему-то не ввели. Ты играешь и не понимаешь, типа, а для чего ты это все делаешь? Что будет дальше? Но все-таки я готов защищать данную игрушку. Потому что какие-никакие, ну, плюсики здесь есть. Испытания здесь, конечно, да, тоже кончены. Получаешь фрагменты. И максимум я понял то, что можно выбить 30-40 фрагментов персонажа за прохождение полностью всего испытания. Ну, а так как тут испытания максимум 2 дня, то ежедневно обнуляются эти испытания. И появляются заново. Таким образом за месяц можно, может быть, какого-то персенабития. Я даже не знаю. Особо и не пытался. Но опять же, вам требуется для прохождения третьей сложности испытания. Давайте я как раз-таки зайду, чтобы вам было понятно. Три персонажа, например, вот как здесь, силы. Да, здесь требуется три персонажа силы. А если у вас нет двух, трех прокачанных персонажей силы, есть максимум, ну, я не знаю, два прокачанных персонажей силы. А может быть такое, что у вас нет трех персонажей силы, а есть только два персонажа силы. И тогда что делать, непонятно. Здесь вот требуется, допустим, набить 200 фрагментов героя, чтобы открыть вот эту вот зеленую стрелу, ну, потому что я недавно выбил эту зеленую стрелу, вы видели это, но, камон, это настолько долго нужно делать, что вообще желания никакого нет. Самый огромный плюс данной игрушки это, конечно же, лиги, и здесь я хотел бы сказать, что да, в этом есть некоторые плюсы, потому что все-таки ты общаешься с другими игроками, здесь также есть чат, где ты можешь пообщаться с этими игроками, там написать что-то, тебе дадут какие-то советы, например, в лигах есть какая-то визуальная составляющая, когда ты можешь взаимодействовать с другими игроками, и максимум все, что можно сказать об этой игрушке. Да, вот в этом-то весь и плюс, в этих лигах. Благодаря этим лигам можно как-то развиваться, можно их проходить, общаться с игроками, находить новые знакомства и так далее и тому подобное, если сравнивать, например, игру с Mortal Kombat Mobile. Но, опять же, нужно ли вам это? Я думаю, это не всем надо, поэтому иногда, своего рода, даже те самые лиги, они несут за собой какой-то, я не знаю, какого-то плюса, но все-таки я выделяю это как что-то достаточно интересное. Ну и что ж, я готов вам продемонстрировать файт с самым высоким рейтингом, с самой высокой опасностью моей команды, это 131 тысяча и на самой низкой сложности. Сейчас поймете почему. Оптимизация игры достаточно сильно хромает. Да, многие скажут, что, типа, устройство старое, но устройство не то, чтобы старое, просто реально, Unreal Engine движок очень-очень жесткий в плане потребления, и Mortal Kombat, и игра Injustice 2 Mobile работают на ней, ну, не очень хорошо. При том, смотрите, я могу спокойно набивать, блин, я не знаю уже сколько я, 40 ударов сделал, и мне персонаж просто ничего не делает. Он просто пританцовывает. Отлично, мы только что слили одного персонажа. 53 удара я сделал, мог сделать в разы больше, ну а зачем? Смысл. И вот это своего рода, да, файт. Тот самый файт, о котором и шла речь. Я не могу на эмуляторе, например, играть вот таким вот образом, но, например, на андроид-устройстве я без особых проблем это делаю. Благодаря тому, что я набил сразу же 64 тысячи, я перехожу на, даже не претендента, по-моему, а на соперник, потому что на претенденте 4 мне вроде как делать нечего, да? А нет, смотрите-ка, до соперника немножко не дошел, уже благодаря первому поединку я практически в скором времени, можно сказать, наберу элиту 1. Я сыграл вторую битву, и я уже на сопернике 1. Таким образом, до соперника 2 и до соперника 3 дойти тоже не так уж и сложно. Всего-то нужно какое-то определенное количество времени, но я и так его затратил уже очень много. И тут у многих встает вопрос, что делать дальше? Закончилась энергия, и многие у меня спрашивают, каким же образом, как и я, набивать арену? Все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это нажать на изменить команду и поставить следующих двух персонажей, и оставить самого сильного персонажа в вашем отряде. У меня самый сильный персонаж это Бэтмен, у него опасность 50 тысяч. Таким образом, я, конечно же, оставляю этого персонажа, ставлю двух других персонажей с полной энергией, нажимаю в бой, пополняю, конечно же, энергию за счет самоцветов. Да, это нужно сделать. И вуаля, у вас есть еще одна команда, и как вы видите, награда у меня ничуть не меньше. По сути, приблизительно точно такая же. Давайте обновим противников 25 тысяч. Таким образом, я могу еще раз 5 сыграть. Круто сказано, еще 5 раз сыграть. А хотя да, все верно. И таким образом, уже дойти до соперника 4, и потом снова же сделать такую манипуляцию, а ее можно делать 3 раза. Восстановить персонажа можно, по-моему, 3 раза, либо 2. По-моему, 3. И таким образом, я дойду до элиты 1, без особых проблем, в скором времени рейтинг у меня будет около 600. Да, я буду на 600 месте. Поэтому, вот такие вот, ребят, дела. Меня просто многие спрашивали, каким образом можно накопить по быстрому элиту 1. Вот, открыт для вас секрет. Самое главное, попасть на слабую арену вначале, и потом вот таким вот образом набивать. Да, если вы играть, как и я, не умеете, то лучше всего вот таким вот образом. А если умеете, то выбирайте самый верхний уровень. Там просто какое-то колоссальное количество очков вам дается, и без особых проблем все проходится. В общем, такой вот ролик получился. Это мое мнение об игре Injustice 2 Mobile. Вайлд, да, оно немножко такое, знаете, шатхое, но при этом игра мне нравится, и я рад в нее играть, и буду продолжать с нее играть. Поэтому, такие вот дела. На этом все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в скором времени в этой игрушке. Также заходите на мою лигу, она очень клевая, мы там потихоньку развиваемся. Ну и что хотелось бы добавить? Я, честно говоря, даже и не знаю. Наверное, это то, что в скором времени выйдет, я надеюсь, новый ролик. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!